в интернете сейчас есть огромное количество гайдов по монтажу различным съемкам графики и так далее с точки зрения ремесла разобрано ну практически все я думаю что сейчас наступает время когда необходимо рассмотреть все эти занятия с точки зрения психологии этики и даже простой человечности как ни странно потому что люди в нашем непростом достаточно ремесле они зачастую воспринимаются как некие неодушевленные боевые единицы которым вот ставят задачи то есть там быстро смонтировать фильм снять короткий ролик сделать инфографику и всякое такое причем задачи эти большинству непричастных кажутся очень такими тривиальными типа вот у всех у нас где-то спрятана кнопка сделать красиво а все остальное это типа пыль в глаза чтобы задрать смету там как-то обмануть заказчика в общем ну я думаю многие понимают о чем я конечно дедлайны структурирование рабочего процесса скорость выполнения задач и остальное они нужны объективно но когда вот это вот бесконечное залипание в таймлайн и видоискатели однажды оборачивается лютой бешеной ненавистью к своему когда-то любимому делу но это уже нельзя назвать нормой как так получается что радости от очередного сданного проекта уже нет и никакие деньги не могут перекрыть уныние и подавленность куда было слито вдохновение и детская спонтанность потому что много крутых проектов они изначально были сделаны просто по приколу просто вот из детского любопытства а что будет если мы снимем смонтируем вот это или вот модное сейчас выражение эмоциональное выгорание откуда оно вообще пошло и насколько это правда сюда же можно отнести отношения с заказчиками с коллегами которые из раза в раз почему-то выстраиваются по одному и тому же неприятному сценарию наверняка с этим многие сталкивались или например обесценивание себя как специалиста а еще есть перфекционизм который многих доводит просто до истерики и подобных тем много они все очень важны на мой взгляд и решение этих проблем она несколько тоньше чем просто закинуться антидепрессантами или там игнорировать это все продолжать тащить и лет примерно до 25-30 она все особо не парит но потом может накрыть довольно не слабо а может и нет одно точно что все мы не железные и не стоит забивать на себя утопая в работе без конца и края хотя бы потому что все эти стрессы запои загоны неврозы влияют на качество и на скорость выполнения наших проектов поэтому я хочу разобрать по отдельности все вышеперечисленные темы и множество других не менее интересных да опять же я не первый буду рассуждать про эмоциональное выгорание и подобные штуки но опять же эти темы надо поднимать чаще меня зовут илья литвинов монтажом и съемкой я начал заниматься в 2008 году за это время мне удалось пообщаться с очень разными людьми в нашей профессии я срывал дедлайны и срался с неадекватными заказчиками выправлял на монтаже косяки операторов тречил всякое говно на посте красил стабилизировал режиссировал и кадрировал и вместе с коллегами вытягивал даже провальные проекты да и это тоже опыт который между прочим многие стыдливо прячут когда рассказывают о своей профессии хотя именно из такого опыта в том числе и получаются мастер-классы и такой опыт всегда нужно помнить когда берешься уже за стоящие и вдохновляющие проекты которых у меня к счастью все-таки больше также я старался подмечать многое в самих людях в их организации и поведении потому что среда у нас такая довольно специфичная это все очень интересно находить взаимосвязи какие-то в коллективах и подкреплять свой опыт инфой из профессиональной психологии истории много опыта тоже хватает им и хочется поделиться с вами приятного прослушивания пультовая подкаста видеоиндустрии без монтажа и редуши